всем привет вы смотрите итоги недели грузинского центра статистического анализа джессах с вами я гелого сердца вчера должен был выйти этот выпуск я его честно смонтировал бог к сожалению я его нечаянно стер и в итоге вот приходится выходить сегодня но я думаю что и сегодня так не менее актуально чем было вчера что касается новостей вообще я часто задумываюсь над тем почему вы должны смотреть эти новости новостей куча и в общем то выбор достаточно я понимаю это прекрасно но я попытаюсь сделать новости телеграфном стиле очень кратко о том что случилось и где у нас случилось и потом очень краткие выводы из этого не знаю насколько получится подписывайтесь на наш канал нажимайте колокольчик это важно для того чтобы канал развивался и хочу отдельное спасибо сказать уважаемому исмаилу исмаил который откликнулся на нашу передачу с профессором тагрул исмаил по армяно-турецким отношениям передача кода аббасова и в отдельном ролике большое спасибо уважаемый смайл еще раз и надеюсь что мы встретимся с вами и в нашей программе а теперь где у нас случилось а случился у нас визит министра национальных дел армении арарата мерзаяна в москву три месяца в армении не было главы мид и в общем то эта ситуация была уже не нормальная конечно уже был назначен весь кабинет министров но именно главу мид не назначили и говорят потому что армян григорян не устроил москву с другой стороны арарат мерзаян тоже по всем раскладам тоже не должен был устраивать москву так как он считается западным антироссийским даже азербайджанские сми и не только по-моему азербайджанские сми публиковали его фотографии с антироссийскими лозунгами с лозунгами против путина и так далее тем не менее видимо против кандидатуры арарата мерзаяна москва возражала не так упорно и настойчиво скажем так может быть потому что в свое время арарат мерзаян работал в агентстве рейдум аналитикам у господина полярова впрочем это ничего не значит и тут мы можем с вами только гадать так или иначе мерзаян приехал в баку дай бог чтобы в баку но пока в москву приехал в москву и сказал следующее первое же он сказал что азербайджан не выполняет ноябрьское заявление которое достигнуто благодаря личным усилиям владимира владимировича путина смотрите что тут интересно интересно слово заявление то есть что это такое заявление соглашение или что-то другое это очень интересный момент если это я привык к тому что говорят о заявлении соглашениях то есть говорят о том что договоренности в каких-то но я посмотрел на сайте министерства взрослых дел армении ноябрьские договоренности иначе как заявление не обозначаются я думаю что это достаточно интересно ключевое слово тут то что достигнуто это заявление благодаря личным усилиям владимир владимировича путина конечно это ключевое слово то есть рад мирзаян прямо сказал своему коллеге лаврову что вот смотрите игнорирует мнение президента россии кроме всего прочего рад мирзаян обвинил азербайджан посадить посягательствах на суверенную территорию армении речь идет о черном озере ну и конечно же сказала ключевой роли россии в предоставлении агрессии против народа нагорного карабаха подчеркиваю формулировку народа нагорного карабаха то есть речь не идет о государстве народа нагорный карабах или стране нагорный карабах так как нагорный карабах не признанные армии но речь идет о народе еще важный момент он отметил совпадение позиции армении с позиции сопределять сопределения минской группы обсе мы прекрасно знаем что баку азербайджан против категорически того чтобы минская группа обсе играла ключевую роль в разрешении конфликта на самом деле конечно минская группа обсе никогда не играла такой роли всегда в этой роли было россия сейчас там появился еще один игрок турции но турция не входит в минскую группу обсе поэтому как справедливо отвечал мой коллега и друг владимир копчак директор южнокавказского филиала произнести это невозможно тем не менее уже три года стараюсь центр исследования конверсии армии и разоружения украины так вот он справедливо отмечал что формат минской группы вполне устраивает москву почему этот формат не устраивает москву я думаю вы поняли ни соединенные штаты не даже франция не проявляют особого интереса к региону таким образом вроде бы формат минской группы а вроде по факту москва фактически обладает монополией а вот если будет формат турция россия азербайджан армения в этом формате у москвы точно нет монополии ну и соответственно конечно без турции больше устраивает армии естественно что еще важно важно то что рад мирзан подчеркнул что армения не ведет переговоры с азербайджаном по этому договору тут нужно хорошо понимать что переговоры о мире для армении переговоры о мире для азербайджана это абсолютно разные вещи для армении это переговоры о статусе карабаха для азербайджана это переговоры о признании территориальной целостности понятно что сейчас не идут никакие переговоры но даже если стороны заявляют о том что мы готовы ввести мирные переговоры это о разных вещах еще очень важное заявление мерзая на это о том что необходимо диверсифицировать логистическую связь между армении и россии государство союзники объективно заинтересовано в укреплении безопасности и экономики друг друга тут звучит легкий упрек москве ну как же так мы же ваши союзники мы же ваши статистические партнеры вы нас недостаточно хорошо защищайте вышло касается диверсификации о чем тут такие 3 что очень интересный тоже момент речь идет о чем речь идет о том что армения предложила азербайджану в рамках соглашение заявления сразу же открыть железную дорогу через грузию в азербайджан и в россию таким образом вопрос об открытии северного коридора это через гюмри и осу что особенно интересует азербайджан это южный коридор через мигры то что азербайджан называет загизурским коридором вот эти вопросы они как бы откладываются откладываются по любому откладываются с точки зрения и технической и политической а армения уже имеет сообщение с железнодорожное сообщение с москвой причем прервать это сообщение азербайджану будет крайне сложно потому что это сообщение с российской федерации здесь как бы интересанты не только россия но и не только для армении но и россия тут что еще важно и что еще интересно интересная момента и я думаю что на следующей неделе мы посвятим всю неделю как раз таки обсуждению темы транспортных коммуникаций коридоров на южном кавказе что для армении приоритетное важно что для азербайджана приоритетно важно и что для россии если мы говорим о россии для для россии приоритетным является конечно северный коридор через гюмрим почему потому что ну во первых его можно использовать военных целях его можно использовать для снабжения своей базы в гюмрим проблема ведь в чем проблема в том что два региона грузии оккупированы через абхазию соответственно железная дорога закрыта оснабжать свою базу более того военные любые военные грузы российской федерации через территорию грузии проходить не могут нельзя даже воздушные грузы по пути то что летит через грузию должно досматриваться в ереване аташе посольство грузии конечно этого не делается но вот такие соглашения как бы есть между армении и грузии что российские грузы военные мы пропускать не будем ни в коем случае в этом плане логистика базы в гюмри которая вообще-то небольшая она достаточно затруднена и если речь будет идти об увеличении военного континента в армении там еще новую базу говорят собираются открыть на юге армении и в том же карабахе то получится так что со снабжением могут возить проблемы поэтому для россии вот этот северный коридор через гюмри через казах и гюмри скажем так он достаточно важный приоритет для армении важно иметь железнодорожное сообщение с россией причем скажу так что это вот с точки зрения экономики это не так уж и важно это важно с точки зрения политической промо также как и баку тбилиси карс это чисто политический проект проект железной дороги между азербайджаном и турцией поэтому соответственно значит очень разнонаправленные интересы по этим транспортным коридорам и коммуникации но я думаю что мы поговорим на следующей неделе подробно очень обсудим эти вопросы теперь же сказал лавров лавров отметил настрой на плотную координацию ну сон понятно сон это фигура речи соба и съели это даже минская группа снг туда входят и азербайджан и внимание у дкб и яс но я скажу так что когда говорят про дкб и это во-первых звучит как предложение азербайджану ну давайте ребята вступайте тогда вы будете вместе с нами все закоординироваться но и во-вторых в дкб например председательство армении начиная с сентября то есть в этом месяце что посмотрим что из этого силу кстати рублей грабян политический аналитик зампредседателя партии за испублику он своем интервью отметил что 3 сентября это как раз и годовщина вступления армении в дкб и в яс и очень интересную мысль он высказал что вот этот день он фактически предопределил всю новейшую историю армении в том числе и войну 2016 года и 44 дня в войну и так далее но не знаю не знаю честно говоря мог ли сэр сэрксиан отказаться тогда от этого не сложно судить есть такая байка что он вообще отдыхал на средиземном море ему позвонили ему позвонили и сказали что вот давай хочешь не хочешь подписывай иначе будет армении плохо не знаю насколько это верно но по крайней мере история как говорится не терпится слагательного наклонения еще лавров сказал призвал азербайджан освободить всех пленных без предварительных условий но вместе с тем он ответил что все военно пленные которые были до 10 ноября они уже освобождены ну и призвал армении предоставить карты минных полей что касается карт минных полей учитывая последние заявления азербайджана по поводу того что они верны только на 25 процентов а на самом деле карты минных полей если не верны на сто процентов они просто бесполезно я вообще сомневаюсь в актуальности вот это вот этой темы а что касается освобождение всех пленных только просто лавров призвал это сделать азербайджан в качестве жеста доброй воли без всяких предварительных условий вообще сергей лавров министр иностранных дел россии герой дня нынешней недели он еще сделал два заявления одно заявление по грузии мы его очень подробно разбирали в новостях кавказа пару дней назад и второе заявление по нормализации отношений между армии и турции что касается заявление по грузии я уже сказал что мы его подробно разбирали чисто вот реперно остановимся на его отношения нет а торговля есть и второе что придержали безвизовый режим потому что гаврилова выгнали из грузии вообще не выгнали он сам уехал и просто не дали посидеть кресло спикера и последнее третье не разыгрывать российскую карту в стремлении сохранять покровительство запада призвал лавров извините ребята но какую российскую карту разыгрывает грузия то есть по мнению лаврова требования освободить свои оккупированные регионы это разыгрывание российской карты да еще и для запада надо несколько звучит дико хорошо что он еще великодушно не сказал про новые геополитические реалии которые должна признать грузия но честно говоря это наверное подразумевалось теперь что касается заявления по турции армении тут лавров отметил что вполне логично чтобы турции армении возобновили усилия по нормализации отношений отмечу это не нормализовали отношения просто возобновили усилий и скажу так что в москву вполне устраивает открытие транспортных коммуникаций между армии и турции то есть почему бы и нет это еще одна коммуникация не главная не основная не физически важно но все-таки еще одна коммуникация между россией и турции в конечном итоге а вот что касается типа отношений во первых это очень далеко это очень долгие процессы это понятно москва всегда смеет нажать на тормоза эти тормоза у москвы есть мы это тоже знаем ну и конечно главное всегда сохраняет рычаги влияния на армению в любой момент может испортить эти отношения так что по поводу того что москва готова содействовать и так далее ну да наверное готова потому что в принципе ничем не рискует что касается заявление марии захаровой фактически спикер министерства россии там у нее длинная должность не будет на ней останавливаться она сказала что формат 3 плюс 3 формат 6 как она его назвала отвечает интересам всех его потенциальных участников вот тут у меня конечно вопрос к марии владимиром а извините а каким интересам грузии этот формат отвечает то есть грузии то что от этого формата если россия готова идти на действительно нормализацию отношений в грузии но с инженерский формат пожалуйста россии там и карты в руки можем всегда можно провести прямые переговоры между россией грузии и грузии в отличие от прямых переговоров между азербайджанами армии тут никто мешать не будет точно так что я не понимаю и потом почему 3 плюс 3 ведь россия считает независимыми государствами абхазию так называемую южную оседию почему тогда не 3 плюс 5 почему бы российская федерация это не предложить очень печально все это дорогие друзья поэтому давайте не будем на этом долго останавливаться теперь значит перейдем к скандалу который был в азербайджане и был он связи с тем что на сайте министерства обороны российской федерации появился очень интересный документ договор на обслуживание казарменно-жилищного фонда военных городков министерства обороны российской федерации расположенных на территории накорного карабаха что тут скандального ну есть казарменно-жилищный фонд есть военные городки есть министерство обороны естественно это все нужно обсудить а скандальное тут название на горный карабах на сайте официального ведомства россии да еще и того который присутствует непосредственно на этой территории россии мусабеков это депутат мили миджилиса азербайджана известный азербайджанский политический аналитик написал своем фейсбуке что это весьма провокационный документ и он считает что министерство обороны и министерство институтных дел азербайджана должны отреагировать самым резким образом нет никакого нкр написал россия мусабеков и быть не может олег аджезаде в своем телеграм-канале это директор института ближнего востока он на большого ближнего востока он написал что это намеренная провокация с целью в очередной раз пошатажировать азербайджан ну а эльгар вели в политические аналитики тоже из баку призвал москву и баку раз и навсегда договориться о терминах чтобы не было путаниц ну дорогой как не было путаниц ну москвы действует так для того чтобы было путаниц что за счет не было путаницы чтобы удается было есть и будет ну и этот самый тендер отменили почему отменили непонятно но садок остался но это так белки нашлись но садок остался это фигур фугаров своем фейсбуке тоже написал очень интересный пост по усилиям москвы по состоянию конфликтного поля в карабахе и вдоль армян азербайджанской границы вот самоопределение конфликтное поле мне очень нравится большое спасибо то что я этим определением буду обязательно пользоваться действительно в москве нужно это конфликтное поле чтобы управлять регионом и быть значимым игроком только вот значит значимым игроком быть единственным игроком вот чего хочет на самом деле москва теперь что касается наших грузинских новостей наши у нас в грузии как говорится труба пониже и дым пожиже у нас в основном внутренние новости одна из новостей это то что георгий гахария лучший премьер-министр грузии выдвинул свою кандидатуру на пост мэра а это означает что появилась наконец-то интрига на местных выборах которые я называю паралимпийскими а интрига заключается в том что гахария может оттянуть голоса грузинской мечты и соответственно значит есть шанс появляется шанс у второй политической силы она же единственная оппозиционная сила серьезно этого национального движения не хочу обижать другие политические партии но вы понимаете фейсбуком выступлениями по телевизору интервью статьями не то что выиграть выборы невозможно невозможно набрать какой-то значительный процент просто невозможно потому что это так не работает необходимо иметь людей в регионах необходимо иметь мотивированные активы и так далее и тому подобное этого мотивированного актива нет у других политических партий слова вообще у национального движения с активом в регионах свои проблемы об этом мы можем поговорить потом отдельно когда мы будем разбирать политическую ситуацию в грузии там серьезные очень проблемы но тем не менее он есть чем мотивированы эти дети люди мотивированы тем что они точно знают нас движение может быть и классе и может дать им работ работу в органах государственной власти ну и так далее и тому подобное а остальные политические партии просто люди не видно то что они могут эти классе и зачем им идти на выборы тем более для того чтобы голосовать за них тем более когда к вид и так далее и тому подобное что касается гахария то это не третья сила я назвал ее второй первая сила но если первая сила это национальное движение то гахария это вторая первая сила потому что там электрон исключительно люди разочаровавшиеся в грузинской мечте и в то же самое время которые ни за что никогда не проголосуют за национал на прошлых выборах такую роль такую группу пыталась сыграть партия лило это финансисты бизнесмены мамуко хазарадзе и бадри джеффоридзе но честно говоря там тоже можно эту партию разбирать какие были у них ошибки но честно говоря они сами не очень хотят разбирать свои ошибки поэтому ну мы можем так чисто из спортивного интереса но я вам скажу вот что почему у них это не получилось да потому что у них нет вот тех самых мотивированных людей которые хотят вернуться к власти а у гахария они есть правда это очень небольшой отряд по сравнению с армиями нас движение и грузинской мечты не менее он есть ну и последнее это конечно же мы не можем не поговорить о главном событии недели а главное событие недели это визит президента украины владимира зеленского в сша и встреча с президентом сша байдена главные события для восточной европы ну и соответственно для нашего региона тоже об этом мы поговорим с директором геополитических программ центра стратегического анализа джесак знакомым вам хорошо валерия пчелашвили добрый день валер и так наконец-то состоялся визит владимира зеленского в сша визит очень долго откладывался был определенный бессимизм было были разговоры о том что это бесполезно что тем более после северного потока 2 и так далее что все сша не интересует вообще постсоветское пространство не интересует украина и так далее и тем не менее вот сейчас на сегодняшний день уже какие мы можем сделать выводы предварительные конечно же это выводы и что мы можем сказать об этом визите как ты сам относишься к этому визиту учитывая то что был правда действительно огромный пессимизм дело значит я сразу можно сказать по моим оценкам потому что неоднозначные оценки есть в том числе в украинском политологическом сообществе там общество экспертов я со своей стороны хочу однозначно поздравить украинских дипломатов я считаю что визит визит очень успешный состоялся значимый визит подтверждается ему подтверждается как протокольными нюансами так и качеством и количеством тех документов которые были подписаны во время визита и то время на которое этот визит был обложен украинские дипломаты зря не потратили я не знаю кто были визитатором каких договоренностей но количество и качество этих документов которые были подписаны дипломатической практике соединенных штатов это очень редкий случай это столько документов такого значения были подписаны в течение одного визита поэтому я завидую я завидую белой и рад рад и белой завистью завидую украинцам и дипломатам украинским которые имеют возможность вместе с президентом зеленским заниматься такой созидательной дипломатической работой с таким важным партнером со страной номер один в мире соединенными штатами я вот этому завидую понимаешь и жалко что мы к сожалению не вместе с украиной в этой в этом движении в этой борьбе пока хотя надежды остаются конечно и мы с тобой верим что мы тоже мы тоже будем молодцы и маленький вопрос по поводу того ну что закончится после этого разговора о том что союзные штаты это ненадежный союзник и так далее или российская пропаганда опять будет захлебываться и говорить смотрите США как цех продает и какие они ненадежные союзники и так далее и партнеры ну в России уже есть оценки где говорят что это был провальный визит и значит российские так сказать политики эксперты они не только захлебываются это ящик нужно вещать на всю территорию российской федерации это факт и честно говоря вот ты сказал что ты немного завидуешь украине я тоже но я в то же самое время очень рад потому что я думаю что чем больше сегодня у украины получится тем больше потенциально у нас может получиться и должно быть просто мы очень взаимосвязаны дело есть одна магическая форма то что хорошо для украины хорошо для грузии и то что хорошо для грузии это хорошо для украины большое спасибо валера за очень интересную беседу дорогие друзья большое спасибо вам за то что были сегодня с нами подписывайтесь не забывайте нажимать на колокольчик всего доброго и до новых встреч